Здравствуйте дорогие друзья! С вами снова я, Камил Лунжи. Сегодня я хочу вам показать один забавный бой и обзор на Ласвиле. Играю я на Джексоне. Сейчас остановлю бой, потому что все развивается очень быстро. Смотрите, уже 13.58. Произошло следующее. При загрузке я только зашел в бой и сразу же вылетел. Вот эту минуту я там нажимал кнопки, пока снова запустил клиент. Вот, когда я зашел в бой, я обнаружил, что вся союзная команда, как по мановению волшебной палочки, поехала в город. Вот сейчас давайте я вам покажу. Смотрите, вот они все устремились в город. У меня есть обзор по тактике боя на Ласвиле, где я говорю, что самой важной ключевой локацией является именно город. Ущелье, куда любят ехать начинающие враги, лучше всего прикрыть одним-двумя тяжелыми танками и одним топовым ПТ. И может быть одна арта. Итого 4 танка. Все 11 танков должны так или иначе распределиться вот здесь вот в районе озера и в городе. Подробное описание, как нужно играть в этой части карты, у меня есть, этому посвящен отдельный обзор. На этом останавливаться не будем, я просто поставлю информацию, вы посмотрите. Так вот тут, почему я сказал, как по мановению волшебной палочки, вот как бы мои желания материализовались, вся наша команда поехала в город. И давайте посмотрим, что из этого получится. Так, смотрите. Повторюсь, зайдя в бой, я обнаружил вот такую картину, что ущелье никто не стал прикрывать. Естественно, я поехал в ущелье выполнять роль того топового ПТ, хотя я тут и в середине списка, которая должна, по идее, прикрывать ущелье, сковать танки противника, измотать их, в то время, как, давайте сейчас остановимся, я просто не успею сказать, в то время, как, смотрите, вот в городской части карты, в районе озера, у нас численное преимущество, потому что часть танков поехала в ущелье вражеских, а наши не поехали. Стало быть, союзным танкам очень легко воевать там, они имеют численное превосходство, огромное, вот. В то время, как вот видите, уже я Т-34 убил, потом Леопард, КВ-1, Т-43, все здесь. Таким образом, вражеская команда в городской части карты очень сильно ослаблена. Тут я уезжаю, чтобы меня не объехали с двух сторон, то есть я хочу сместиться в одну какую-то сторону, пишу, видите, нужна помощь, защищайте базу, то есть мне действительно нужна помощь. Вот Т-34-85 подтягивается вовремя. Т-43 заинтересовался нашей артой, и совершенно напрасно, как бы, поскольку в этой ситуации я более опасный все-таки противник, что тут можно было как-то и объехать. Вот. Тут меня совсем-совсем зажимают. Прячусь, потому как, видите, по сути дела у меня ХП осталось на одну подачу. Жду, когда мне помогут союзники. Вот АМХ-13-75, топовый наш светляк, врывается в расположение. Ну, тут-то ему нужно и помочь. То есть этот бой показателен тем, что произойдет, если союзная команда поведет строго себя по моим рекомендациям, даже превзойдет мои, как бы, пожелания, и вместо того, чтобы прикрыть ущелье малыми силами, вообще его бросит. То есть этот бой показателен в том плане, что он подтверждает мой тактический анализ у Асфеля. То есть даже если ущелье полностью брошено, то это как бы, это хорошо. Хочется мне, смотрите, 5 фрагов набрать 6. Представляете, 213 ХП оставалось на КВ-1. Разовый урон, заявленный у Джексон, 240, и мне не хватает буквально несколько. Тут выезжает 6 уровня новая ПТ, китайская. Мне везет откровенно, поскольку пробоя у него больше, чем достаточно, чтобы пробить Джексон. И еще я вам поставлю информацию о Джексоне, о подробном обзоре, где я говорю, что он упорный такой ослик. Он где-то может упереться и дать отпор. В то время как Хелкат, он, знаете, капризный артист, я там говорю. То есть он может и феноменальный результат показать, а может также саморезко потухнуть, проглотив одну плюшку от артиллерии и уйти в ангар. А Джексон, видите, попрочнее, где-то, видите, бронька спасла, в то время как Хелкат, конечно же, пропустил бы плюшку. Ну, в общем, тут вы видите легкая победа, такой забавный, смешной бой, такой обзор. С вами был я, Камилой Джи. Хороших боев, хороших союзников. До свидания, друзья.